снова здорово дамы и господа на связи роман галфрис and games мы продолжаем с вами звездные войны галактика героев я не знаю откуда ты смотришь там с рутуба сцена с вк не суть важно привет тебе в любом случае отдельный хотел бы сказать что удивлю тебя этим видео но к сожалению нет в любом случае по названию прочитаю что это и с чем его едят сегодня мы пойдем получать нового персонажа соответственно это у нас шин хоть и это из сериала асока она же соответственно ученица я забыл как его зовут но не суть важно вот смысл в чем я понятия не имею какой будет персонаж в плане игры то есть насколько он будет интересен насколько он будет примечателен но в любом случае практически все новые персонажи они либо сами по себе очень хороши либо они хороши в пачке да то есть это некая такая мета полумета и так далее опять же вспоминая матерей которых не так давно добавили это извините меня охереть не встать чего они только не творят а творят они очень много и в основном это грязь бесчисленная бесконечная грязи на грязище вот что касательно самого персонажа еще раз повторюсь до понятия не имею что стоит от него ожидать это сериал это персонаж из сериала асока с первого сезона ну наверняка будет естественно и во втором сезоне персонажа я считаю что не раскрыли поэтому в опять же до каких-то выводов касательно игры сделать не могу возможно в дуэте этот персонаж будет играть интереснее но вообще давай наверное мы сначала пройдем боевки потом соответственно ознакомимся уже со способностями подумаем где он будет играть в данном случае нас предлагают за и нам предлагают его закинуть в нейтралов что довольно странно потому что в принципе эта пачка неважно кто тут будет 5 это может быть асока тана фалкром таран маликас в любом случае уделает всех то есть зачем тарану малик уйцу еще кого-то здесь конечно большой вопрос но да ладно давай потихоньку разберемся с тем что соответственно нам дают с радостью сообщаю прибытии шин хате бойца на световых мечах и наемника напарницы бейлона скола вот точно вспомнил вот ее я кстати не особо ждал а вот бейлона вот на бейлона я бы хотел очень посмотреть шин хате уверена в своем владении световым мечом а умелое использование силы делает ее способности еще опаснее все это позволяет ей предугадывать вражеские удары и контратаковать с невероятной ловкостью хорошо в любом случае им давай мы наверное начнем вот так да соответственно не знаю куда давай в тарана маликаса эти странно видеть тарана маликаса и при этом со всеми остальными так стану тут вряд ли на кого-то сработал отлично так на держи просто чтобы тебе мало не было но я же повторюсь что здесь один таран маликас уже способен изничтожить здесь всех то есть зачем тут еще кто-то конечно большой вопрос но я уже сразу вижу что дамочка что-то накапливает что не может не радовать затем и батюшка смотри-ка ты мы в инвиз да еще и с предвидениями интересно в любом случае ознакомимся способностями немного позднее я почему не ознакомлюсь с ними на этапе битвы ознакомительный так сказать потому что здесь не всегда прописываются полностью способности досконально да то есть могут могут что-то опусти хера дача творишь так делать нельзя нельзя это это по моему это не нормально это 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 уже слишком в эту пачку добавлять еще какого-то лютого дамагера или поддержки я не знаю зачем вообще эту пачку усиливать ну серьезно я ее не представляю возможно как бы для примера может быть сейчас мы зайдем еще во второй бой ну здесь я реально не вижу ей тут место зачем там есть таран маликас который все уничтожит на своем пути так покей сразу давай еще немножко повысим градус повысим соответственно до 85 уровня и начнем чит так давай мы сначала откроем все способности я вижу что здесь есть две особых а также есть две уникалки особенно мне нравится у тебя нет власти кто это такая это темная сторона это агрессор это наемник нейтральные адепты силы наемник это новая фракция которая сейчас есть и будет еще одна или уже есть слушай я не помню наемникам же раньше не было насколько я помню и будет еще одна да и еще не добавили ее еще не добавили по-моему еще одна будет или я путаю с другой игрой или еще одна фракция будет не суть важно темная сторона агрессор наемник нейтральные адепт силы в конце концов а самая базовая называется у нас жестокий налет сразу же качаем смотрим что может потребоваться для прокачки по ресурсам но здесь скорее всего да омега только будет максимальный уровень прокачки читаем наносит физический урон вражеской цели и накладывает снижение шанса на критический удар на один ход если у шинхать есть 10 и более зарядов солдата удачи она накладывает снижение шанса на критический удар на всех врагов на один ход во время хода шинхать и призывает на помощь другого выбранного союзник и союзного наемника если на вражескую цель было наложено оглушение наносит на 10 процентов больше урона за каждый заряд солдата удачи у шинхать и суммируется до 100 процентов то есть смотри здесь мы уже примерно предполагаем да что вот этот подряд который мы видели это такой некий ознакомительный но скорее всего она будет играть опять же в плане наемников скорее всего опять же бейлон будет как лидер вполне вероятно но в любом случае будет находиться в отряде она будет находя на находиться в отряде и еще либо три старых из наемников либо три новых опять же из наемников потому что в наемниках у нас на данном этапе достаточно много персонажей которых можно было бы задействовать это только возьми охотников за головами сколько либо же сделать синергию с какими-то совсем уже старыми персонажами, которые не используются. Там ту же самую Киру, молодой Хан Соло. Я понимаю, что они сюда не пришей рукав, но... А почему бы и нет? Дать вторую жизнь старым, добрым, забытым персонажам. Вторая особая, которая называется... Первая особая, точнее, которая называется Я их вижу, требует для прокачки тоже только Мегу. Отлично, это не может не радовать. Наносит физический урон всем врагам. Зафиксировали. Физический, а не особый. Накладывает на всех врагов ослабление атаки и слабость на два хода. Шинхати получает 10% к избеганию критического удара. Суммирует, между прочим, до 50. До конца схватки каждый раз, когда враг сопротивляется любому из этих отрицательных эффектов. Все союзные наемники получают усиление защиты на 30% на два хода. Если у Шинхати есть 10 и более зарядов солдата удачи, она получает 25% к шкале хода, а перезарядки способностей всех врагов увеличиваются на 1. Ну, нехило. То есть она накидывает дохера дебафов на врагов, усиливает своих и при этом еще откатывает врагам все способности на 1. Откат способностей это вообще крутая тема, поэтому не стоит недооценивать. Вторая особая, которая называется «Дальше мы сами разберемся». Сейчас я, соответственно, прочитаю, прокачаю. Да, только Омега, что не может не радовать. Наносит вражеской цели физический урон и оглушает ее на 1 ход. Шинхати получает повышение критического урона и репост на 2 хода. Напоминаю, что репост это когда игнорируется полностью защита, то есть полосочка защиты и бьет сразу по здоровью, что, кстати, хорошо. Если у Шинхати есть 15 и более зарядов солдата удачи, она атакует снова, всегда нанеся критический удар, если это возможно. И снижает перезарядку способности пути отхода на 1 на 1. Если на вражескую цель наложено истребление, Шинхати накладывает на нее невосприимчивость к положительным эффектам на 2 хода и наносит 10% дополнительного урона за каждый заряд истребления на цели. Суммируется до 60%. Пути отхода пока такой способности нет, то есть она открывается где-то в отдельном... В отдельном, да? В отдельном уникалке, видимо. И что касательно истребления... Подожди, истребление, истребление. Истребление, по-моему, только Инквизиторий до этого накладывали, разве нет? Возможно, я что-то путаю, но я вот что-то не помню, чтобы у кого-то, кроме Инквизитории, это было. Вряд ли она будет зачесываться к Инквизитории. Первая уникалка. У тебя нет власти, называется. Немного нравится. Давай посмотрим, почитаем, откуда же нам все-таки брать истребление. И тут сразу идет Зета. А еще, кстати, между прочим, идет Омикрон на ВЗТ, если все союзники наемники или нейтральные адепты силы, не являющимися легендами галактики. Окей. В начале каждой схватки Шин Хати получает 25% к точности и 50% к атаке до конца схватки. А также игнорирует эффекты провокации во время своего хода. Это круто. Когда Шин Хати наносит... Когда ей Шин Хати наносит критический удар, она получает возмездие на два хода и 150% к скорости на один ход. Не 150%, а 150% к скорости. Но это все равно, извини меня, охереть не встать. Когда Шин Хати впервые накапливает 10 или более зарядов солдата удачи, она получает предоставляемую способность пути от хода до конца боя. Вот о которой, кстати, была речь. Если у Шин Хати меньше 10 зарядов солдата удачи, пути от хода нельзя использовать. Что такое пути от хода? Эффекты зависят от количества зарядов солдата удачи у Шин Хати. 10 зарядов и более. На Шин Хате снимает с себя все отрицательные эффекты и получает плюс 30% к максимальному здоровью до конца схватки. Это удобно, то есть не на время, а именно до конца боя. Все союзники, кроме танков, получают скрытность на два хода. Если же 20 зарядов, Шин Хате снимает положительные эффекты с вражеской цели, получает невосприимчивость к критическим ударам и усиление кражи здоровья на два хода и накладывает на всех врагов ослабление обороны на два хода. 35 зарядов. Все союзные наемники получают предвидение и усиление атаки на два хода. Шин Хате отнимает у всех врагов 100% шкалы хода здрасте и накладывает на них ошеломление на два хода. Ошеломление это нельзя контратаковать, не получают бонусы к шкале хода и так далее. То есть мало того, что не получить бонусы к шкале хода, так она еще и полностью срезает шкалу хода. Это называется идите нахер. Здесь единственный вопрос, если у меня 35 зарядов, будет ли действовать суммирование, да, то есть при 35 зарядах это эти бонусы, дальше 20 и 10 зарядные. Очень интересно. Если же есть омикрон, в начале каждой схватки Шинхати получает 75% к точности и 30% к скорости. Это, наверное, первый персонаж, который никогда не промахнется. Все союзники получают плюс 50% к максимальному здоровью и максимальной защиты до первого поражения Шинхати. Ну, это как, по-моему, Айласик... Нет, не Айласикура, как же ее звали? Охотница-то... С ружьем. Я забыл, как ее зовут. А на всех врагов светлой стороны не действует снижение перезарядок способностей на два хода. Круто! Пока на врагов наложено истребление, они получают минус 50% критическому урону и минус 30% скорости. Когда враги три раза атакуют вне очереди, Шинхати получает один заряд солдата удачи. Когда Шинхати получает репост и у нее 15 и более зарядов солдата удачи, перезарядка способности пути отхода снижается на 3. Когда враг светлой стороны получает невосприимчивость к урону, на него накладывается страх на один ход. При этом сопротивление против этого эффекта не действует. А Шинхати получает дополнительный ход. Способность пути отхода получает дополнительные эффекты в зависимости от числа зарядов солдата удачи у Шинхати. 20 зарядов и более оживляют всех союзных наёмников. 35 зарядов и более. Время перезарядки способностей вражеской цели светлой стороны увеличиваются до максимума. Что? Бляха, ты понимаешь, на что это? Это просто, чтобы уничтожать просто, чтобы наёмниками или нейтральными, ну, нейтральной адептосел. Нет, давай так, наёмниками уничтожать МДК. Это 100% сделано просто, чтобы уничтожать того же МДК. Охренеть, оживляет всех союзных наём. А ты лапочка какая. Вторая уникалка. Кстати, её не так много и всего лишь, извиня меня, солдат удачи Шинхати. Когда Шинхати наносит критический удар или атакует вне очереди, она получает один заряд эффекта солдат удачи. Когда Шинхати получает критический удар, она теряет один заряд солдата удачи. В начале боя Шинхати получает один заряд солдата удачи за каждый уровень реликвий у неё до конца боя. То есть, в начале, если 9, то она будет получать, ну, в принципе, будут прокачиваться заряды вообще по нефиг делать. В начале каждого своего хода союзный наёмник получает плюс 5% к шансу на критический удар и критическому урону. За каждый заряд солдата удачи у него до начала своего следующего хода. То есть, если, допустим, 30 зарядов удачи, то будет получать плюс 150 к шансу, плюс 150 к шансу. Плюс 150, ещё раз, плюс 150 процентов к шансу на критический удар и критическому урону. Надо смотреть, какая это может быть пачка. Ёх, интернет театр. Зам Уэлсон, Уэссел, вот про кого я говорил. Пока, естественно, это Шанхати и Бейлон Сколл, да? То есть, ну, очевидно, что они будут играть вдвоём. Но кто будет ещё трое? Это... это очень хороший персонаж. Я уже чувствую в нём силу, да? Как она будет нагибать, как наёмники будут просто деморализовать соперника. Это вот как матери выходили последний раз, и я плевался просто за то, что они разносят всех и вся. Бля, я тут не так давно зашёл на золотых сестёр под матерью. С точнее, с матерью. Морган, да, Морган Элсбетт была в лидерах на ВЗТ. Матери там ещё были. Зашёл СЛКРом в реликах. Бляха, один СЛКР выжил и то еле-еле, понимаешь? Это уже о чём-то говорит, что этот персонаж, я в нём вижу перспективы. Это будет очень хороший персонаж. Притом, это дешёвый персонаж. Опять же, если обращаться к матерям, то там надо было много по ресурсам. Да, там ОМИКИ, ЦЕТА, ещё что-то. Здесь же у нас что? Одна ЦЕТА, один Омикрон. Всё. Всё, понимаешь? Всё. При условии, что это ещё и наёмник или нейтральный адепт силы. Если у тебя есть нейтральные адепты силы, ты уже можешь автоматически использовать. Но больше потенциал, конечно, будет, наверное, раскрываться с наёмниками. Почему? Потому что те нейтральные адепты силы, в которых нам показывали, как она играет, их здесь нет. Их просто здесь нет. Они не являются наёмниками. Поэтому их мы использовать не можем. Так, а что если... Подожди, это у меня что такое? О, Н-ка халявная. Я ж могу зайти ещё во второй бой, посмотреть, да, что там у нас предлагают. Тот же самый. Да, ну те же самые нейтралы. Неинтересно. Было бы прикольно, если бы они всё-таки показали, как это будет играть с наёмниками. Либо же дали возможность нам самим выбрать пак, для того, чтобы мы могли, да, опять же, выбрать наёмников и посмотреть, как это будет выглядеть. На данном этапе, конечно, это неинтересно, потому что эта пачка сама по себе и так весьма-весьма нехило лупит. Вот, поэтому... Да и в Шинхате больше всё-таки с наёмниками, да, некая синергия. Вот, поэтому надо смотреть, надо смотреть. Очень хотелось бы испытать её уже в фулл составе, в фулл паке, для которого, соответственно, её и создавали. Так, и знаешь, что ещё надо посмотреть? Я сейчас ещё хочу посмотреть, а не появилась ли у нас третья категория требований, третий блок требований для получения новой легенды Асцоки. Сейчас мы тогда быстренько здесь пройдём. На, держи, хорошо. Хорошо. Блин, ну персонаж, конечно, хорош. Хорош. Имеет место быть, определённо. Имеет место быть. Так, 10 ещё надо... Ну, я докупать не буду, конечно, есть возможность докупки, но... Не буду. Так, не союзники. Союзники, союзники пока не нужны мне. Руководство путешественника третьего блока пока нет. Третьего блока пока нет. Ну и хорошо. Ну, что я могу тебе сказать? Я лично новым персонажам вполне себе доволен. Интересно на него будет посмотреть, да, то есть с кем он будет синергировать, как он будет играть, в каком отряде. То, что у него новая метка наёмники, это не может не радовать. Надо будет посмотреть именно что, где и как. На данном этапе я вижу, что весьма неплохо это должно всё-таки контрить МДК. Вот не знаю почему, но что-то мне подсказывает, что именно МДКшечку должно это неплохо контрить. В плане ВЗТ. Вот. Но, опять же таки, да, будем посмотреть. На этом у меня всё. Подписывайся на Дзе, на Рутуб, на Ютуб, на ВК, куда хочешь. В телегу обязательно также подпишись. Пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами Сила. Субтитры сделал DimaTorzok